Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители этих канала Дельяр Панай. У меня в гостях Николай Спиридонов, известный украинский политический эксперт. Здравствуй, Николай. Приветствую, Михаил. Приветствую, зрители. Ну что ж, мы продолжаем обсуждать события, произошедшие вчера в столице Дагестана, Махачкале. Напомню, дагестанцы ворвали здание аэропорта, потом выбежали на взлетно-посадочную полосу, пытались взять штурмом самолёт, допрашивали выходящих из самолёта людей, приставали к тем, кто мог как-то походить на лица еврейской национальности. Собственно, мы вчера увидели проявление такого пещерного национализма, пещерного антисемитизма прямо на территории России. И неудивительно, потому что государственный антисемитизм уже давно стал политикой Владимира Путина, который не устает вспоминать о национальности президента Украины Владимира Зеленского. То же самое делает и Сергей Лавров, который, к слову, проводит разные непотребные сравнения между президентом Украины и отдельными политическими деятелями Германии середины XX века. В общем, эта вся российская государственная бессобщина, она вот выливается в такие погромы на территории Дагестана, либо попытку погромов. Сегодня же стало известно о том, что заблокирован телеграм-канал, который, как считается, поджуживал толпу на эти провокации, причем в российском сегменте интернета работа этого телеграм-канала связывается с Ильей Пономарёвым, единственным депутатом, проголосовавшим против аннексии России и украинского Крыма. Пономарёв отрицает связь с каналом. Утром, если я не ошибаюсь, утром Традагестан, либо утром Пахачкалы, что-то как-то так. И, собственно, сегодня же стало известно о том, что этот телеграм-канал заблокирован. Неважно, опять же, к кому относится этот телеграм-канал, к Пономарёву, не к Пономарёву, это имеет всё второстепенное значение, потому что понятно, что эта провокация не могла бы реализоваться, если бы не те настроения, которые существуют в России. Россия, равно как Советский Союз, не стала плавильным котлом нации. Более того, Россия сидит как на праховой бочке. Мы видим, как сегодня, то есть вчера, дагестанцы пытались атаковать граждан еврейской национальности, а завтра они будут атаковать кого-то ещё. Потому что мы понимаем, что в России сложилась такая политическая ситуация, в автократической России. Ну и, конечно, тут можно вспомнить знаменитую фразу Владимира Ульянова, который в ответ на вопрос полицейского, «Зачем вы боретесь, молодой человек?» Это был конец XIX века, начало XX. Перед вами ведь стена. Он ответил, «Стена, но гнилая, к ней развалится». Так вот, вчера, мне кажется, была очерчена та точка, в которую можно тыкать, в которую можно стучать, и рано или поздно российская гнилая авторитарная стена развалится. Это было моё такое вступление. И сейчас задаю вопрос Николая. Николай, как ты относишься к тем событиям, которые были вчера в Махачкале? Как я могу относиться? Это первый еврейский погром на территории России за более чем сто лет. Естественно, отношение к этому крайне негативное, возмущённое и настороженное. Совершенно очевидно, что любые погромщики всегда опираются как минимум на не вмешательство государства, а чаще даже поощрение государства. Мы можем вспомнить неприкрытый антисемитизм Владимира Путина. Он никак не может оторваться от национальности Владимира Зеленского. Также мы видим заявление Рамзана Кадырова, который напрямую поддержал террористический Хамас в войне с Израилем. И, соответственно, посмотрев на это, обычные россияне пришли к выводу, что можно устраивать такие кровавые провокации, ничего за это не будет. Тут, я думаю, следует рассмотреть в историческом разрезе. Если мы вспомним историю Российской империи, например, XIX века, там постоянно были еврейские погромы, и само слово «погром» вошло в европейские языки из русского языка. То есть поскольку это было нечто характерное для России. В Советском Союзе не было уже зафиксировано историками таких явных событий, таких явных трагедий. Ну вот много было других моментов. Например, дело космополитов, дело врачей были не прикрыты антисемитскими. И даже в позднем Советском Союзе, который был относительно вегетарианским, мы не говорим там о временах Сталина. Кстати, именно смерть Сталина остановила дело врачей. Если бы Сталин не умер, то там ещё большая была бы трагедия. После смерти Сталина всё-таки это свернули. Так вот, даже если мы говорим о 80-х годах XX века, то ряд профессий был для евреев в Советском Союзе практически закрыт. И двери многих университетов тоже были для евреев закрыты. И вспоминая знаменитого чемпиона мира по шахматам и сейчас политического деятеля Гарри Каспарова, он в детстве, в 1975 году, вынужден был сменить свою фамилию Вайнштейн на фамилию своей матери. Он стал Каспаровым, потому что ему знающие люди посоветовали, что с фамилией Вайнштейн продвигаться одарённому юному шахматисту будет намного сложнее. Будут палки вставляться в колёса, лучше от фамилии Вайнштейн отказаться. Поэтому антисемитизм характерен был и для Российской империи, и для Советского Союза. И сейчас современная Россия его унаследовала и вдохнула какие-то новые краски. И может быть, вполне вероятно, что сравнивать даже имеет смысл с нацистской Германией, а не с Советским Союзом и Российской империей. Некоторые замашки уже даже до такого уровня доходят. Плюс стоит подчеркнуть, что в России в целом культ ненависти к многим народам и национальностям, собственно, война против Украины, тоже поджигалась. Многие годы, многие пропагандисты российские культивировали ненависть против украинцев. И, соответственно, в целом ненависть к другим нациям, евреям, украинцам, полякам, литовцам, латвийцам. В целом вот культ ненависти, который уже даёт свои кровавые плоды. Ну да, здесь я, конечно, вынужден согласиться, потому что вот эта вот политика Советского Союза, Советского Руководства, она, в принципе, была, как бы охарактеризовывалась формулой «разделяя влавство». То есть специально провоцировались межэтнические национальные столкновения. Собственно, вопреки той идеологемии о том, что Советский Союз был как бы плавильным котлом, из которого выходили советские люди, ничего подобного. Ничего подобного была графа девятая в советском паспорте, где писалась национальность человека, которая ограничила его во многом. И в рамках, скажем так, государственных институтов, и в межличностных институтах, то есть социального общения, если мы говорим об общении внутри, скажем так, национальных республик. И, собственно, Советский Союз провоцировал не только антисемитизм, он провоцировал и то, что творилось между армянами и азербайджанцами, и трагедия в Сунгаите, трагедия в Шуше, трагедия в Агадаме, и, конечно, трагедия в Хаджиллах, то, что тогда называлось Степанакертом, то есть попросту в Карабахе. И это, конечно, и бакинские погромы, и ереванские погромы, когда выселяли с одной стороны азербайджанцы, с другой стороны армян. Это всё была политика, тлетворная политика Советского Политбюро, которая игралась в эти национальные игры и пыталась, собственно, словить рыбку в мутной воде. Николай, у меня будет к тебе такой вопрос. Вот смотри, сейчас маски сброшены. То есть в отношении России никто не питал давно иллюзии. Это авторитарная страна. Где Путин взял крен, скажем, строительство такой кукольной, гутеперчевой империи. Но вот возьмём прогрессивный мир, Запад. Почему Запад не может определиться, поддерживать Израиль в борьбе против Хамаса, либо не поддерживать? Потому что сейчас я вижу, что Запад как бы сторонится Израиля, заключением нескольких стран не поддерживают резолюцию ООН. И, по сути, Израиль призывает к тому, что он не проводил операцию, хотя это операция возмездия, после того, как были убиты граждане Израиля со стороны террористов из Хамас. И вместо того, чтобы Израиль провел операцию возмездия и вылечил ту проблему, которая сейчас находится в секторе газа, именно вот этот клак у боевиков Хамас, который, к слову, не пускает официального правительства Фатха, которое сейчас находится на другом берегу. Может быть... То есть почему Запад так себя ведёт, на твой взгляд? Почему Запад не может определиться со своей точкой зрения? Не является ли... Ну, скажем, не наблюдаем ли мы сейчас кризиса международного права, международных отношений, международных институций? Новый кризис, когда вместо эффективной политики предлагается прокрастинация и нежелание брать на себя ответственность? Ну, тут Запад неоднороден. Если мы возьмём флагмана Западного мира, Соединённые Штаты Америки, то они поддерживают Израиль системно и достаточно мощно со дня его основания с 1948 года, а может, даже и раньше, для того, чтобы основать современный Израиль. Подчёркиваю, современная история этого государства и древних веков, скажем так, касается. Ну, вот современный Израиль был создан в 1948 году. Так вот, Соединённые Штаты стабильно поддерживают. Что касается некоторых других стран, ну да, есть колебания, и, безусловно, есть кризис, мягко говоря, кризис международных отношений. Можно более жёстко выразиться, что многие делают, что есть угрозы, есть риски даже мировой войны, учитывая количество, скажем так, точек напряжения. Сейчас мы вот говорим об Израиле, но до конца не разрешена ситуация в Карабахе, до конца не разрешена ситуация вокруг Тайваня. Всё время есть угрозы. В Карабахе разрешена ситуация. Азербайджан деоккупировал свою территорию. После войны 1920 года, 44-дневная, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Сейчас же Азербайджан восстановил свой суверенитет. И с 1 января следующего года ликвидируется сепаратистская Нагорно-Карабахская республика. Арцах. Ну, я бы не забегал вперёд. Я думаю, что некоторые очаги напряжения там остаются. Ситуация там остаётся как минимум сложной. Хорошо, если там не дойдёт до новой войны. Я много общаюсь и с армянами, и с азербайджанцами, и как бы знаю, что ситуация там остаётся непростой. И также на Балканах традиционно тоже бывают разные провокации. Там как бы свои возникают проблемы. Поэтому даст кризис международного права, кризис международных отношений, кризис безопасности. Остаётся только верить и надеяться, что он не дойдёт до уровня мировой войны. Думаю, что не дойдёт, потому что мир должен был всё-таки поумнеть за эти десятилетия, которые нас разделяют от Первой мировой войны и Второй. И учитывая, сколько сейчас в мире оружия, в том числе и ядерного, ну, хочется верить, что до экстремальных сценариев дело всё-таки не дойдёт. Найдут возможность и победного завершения войны в Украине, чтобы Украина свои территории восстановила и надёжная уже была ситуация с безопасностью. И, соответственно, чтобы новые очаги не возникали, чтобы дело не шло к войне мировой. Спасибо большое, Николай, за это интервью. Николай Спиридонов, известный украинский политический консультант, был сегодня с нами, и украинский политолог был сегодня с нами. Найти в канале Делее Ропонлайн. До новых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал и до новых встреч. Продолжение следует...